Всех приветствую на своем канале. В общем, я увидела камень, и решила записать видос о вчерашних покупках. Но тут одна вещь будет не совсем вчерашняя покупка, и в основном тут будет еда. Но не еду я все-таки обозрю. Эти самые перчаточки, от которых я ожидала прям О! А они оказались ПО! Почему не обозреваю только еду и не обозреваю еще все остальное, у меня что-то уже вскрытое, что-то уже заюзанное, что-то даже не всю еду. Молочко у меня там есть, но у меня уже кот вчера его выпросил. На той неделе он литра-полтора, наверное, выпил, больше, чем я. В результате у меня не что-то молоко не шло, а ему в результате ушло. А ему, по-моему, молоко практически все время хочется. В общем, вот в таком пакетике это я в Магните покупала, по-моему, за 39 копейками рублей. Вот такие вот хозяйственные перчатки. Обещанная тут натуральная резина и хлопковое напыление. Одна пара. Ну, соответственно, сделана в Китае. Июнь 2016 года, оказывается. И вот суть такая. Я-то думала, что там, ну, реально, какое-нибудь такое напыление, ты его можешь чувствовать, что это хлопок. Вот. А нифига. Вот такие, короче, перчатки. Ну, можно посуду там помыть, по хате убраться. Я даже сейчас натянут одну. Я их один раз пока еще юзала. Ну, в смысле, юзала-то долго, но одевала один раз. В общем, вот такая вот хрень. Пахнет не очень приятно какой-то резиной. Размер L. Видимо, это размер этой самой... Может, потому что она у меня вот здесь так свободная тут. Хотя пальцами-то вроде ничего. Так вот, она вроде как резина-резина. А внутри точно такая же резина, только белая. В каком месте тут хлопковое напыление? С этой стороны, с той стороны ХЗ. В общем, не то, чтобы пустая трата денег. И не знаю, как они носиться будут. Надеюсь, что они все-таки действительно прочные, как там написано было на ценнике. Но напыления вообще никакого. Так. В прошлый раз как-то обозревала свои покупки и говорила, что потом в комментах или где-то в инфобоксе написала, что у меня там еще типа фрукты всякие были. Вот. У меня вчера было три банана. В пятерке я их брала. Один я сегодня за два захода схавала. Если кто видит мой инстаграм, вообще ссылка в инфобоксе должна быть. Ну и на самом канале, там, на странице о канале, где вот этот самый Ютуб, где вы вот видосы смотрите, как очень. Там есть ссылка как раз на этот инстаграм. И у меня, по-моему, крайняя или предпоследняя фотка там была. Я сегодня утром, ну как утром, не совсем утром, днем делала себе на завтрак, поздний завтрак, кашку с, в общем, дневное семя, там было овсяное толокно, и под конец уже, когда я на тарелку положила, я порезала себе треть банана. В общем, очень вкусно. Короче, треть банана я слопала с этой кашкой, и две трети уже убречь. Короче, та фигня, которую я вчера обозревала с сазона, блин, как ее там, арахисовая, я ее пробовала и с солью, пробовала и с сахаром, и поняла, что в натуральном виде она как-то без всего вполне даже вкуснее. Очень сытная. Я вот, допустим, позавтракала где-то в 11, и где-то в полшестого мне только еще каким-то намеком захотелось немножко есть. Ну, в результате я вот как раз поужинала, то бишь пообедала, потому что у меня были у меня щи мясные, ну, на мясном бульоне, но без мяса. И завлопала его бананчиком. Вот тут у меня два бананчика. Не помню, там 46-45, что-то такое, в общем, 47-то килограмм. Тут у меня виноград из магнита, но это уже остатки был роскоши, тут было явно побольше. Две трети или три четвертых я уже схомячил вчера, сегодня немножко. Он это, с косточками, не знаю, ну, не такой, не сладкий, не пресный, но какой-то такой приятный вполне себе виноград. А вот та фигня, которую я покупала на днях. В общем, в воскресенье я с работы вылез, зашел в Дикси и увидел сыр по скидке. 49 чем-то, ну, практически 50 без копейки, наверное. И вот этот вот такой сыр, я так поняла, что его делает Дикси. Если там какой-то звук, это у меня кот с окна чего-то скинул. Это у нас Диксиевая марка, Милкер, Минт, а нет, что-то я это, мята комбами перегрузилась, да. Майт Мит, ну, короче, МИТМ, сливочный, идеально для бутербродов, не задерживает растительных жиров, 8 порций. Сыр плавленый, 140 грамм. Очень классный сыр, но, естественно, тут уже ничего нету. Я 7 кусочков за день схомячила за вечер в воскресенье и в понедельник доела еще один. Состав тут уже особо не прочитаешь, но он действительно был, по-моему, вполне себе меняемый. Там, ну, может, несколько ел каких-то там. Сейчас я емло, извиняюсь. Сегодня такая погода, что я встала на один день хики, никуда не выходила, только вот сейчас на балкон полотенце снять. У нас там ветер, дождь, черт-те-чо, а сейчас вообще темно. Я думала прокатиться на Велике, в результате, из-за того, что там был ветер, дождь и черт-те-чо, я встала на один день хики. В общем, сыр я попыталась на бутерброд намазать, он какой-то, видать, с холода был или с улицы, такой крепковатый. Потом он у меня полежал вне холодильника, стал помягче, а потом я его хавала-хавала и поняла, что у меня еще была такая красненькая рыбка солененькая, семка вроде. Что, в принципе, наверное, надо отварить рисиком, раскатать его на этот самый лист нори, положить туда этот сырок и положить туда этой рыбки. И будет очень вкусный ролл, да? Ну, съела я его раньше, этот сыр, чем руки дошли сварить, видите, корейсика я в результате так и не сварила. В общем, если вы видите в Дикси, без разницы, по какой цене, вот такую вот коробочку берите, вот вообще такой классический, клевый сливочный сыр. Вот как раньше были вот эти треугольные сырочки, вкусненькие такие, без всяких там химических вариаций грибов, которые похожи на кусочки фольги или там еще какого-нибудь непонятного чего. В общем, очень классная штука. Я даже ни разу не видела в Дикси, но я хотела еще в Солнечный заехать в Дикси, в нашу, но что-то там в результате я вчера ушла в аптеку магазин-магазин и на базу Озон. В общем, вот такая коробочка пойдет на сожжение, я думаю, потому что она вполне себе такая гореть будет нормально. Так, что, вот эту я уже, конечно, скомячила, я две взяла. В Магнике продается такая сахарная вата, я как-то покупала, но я иногда беру там где-то раз в полгода, вот в этот раз я купила сразу две. По-моему, она 16 рублей стоит, а тут 16 грамм, в общем, пару рублей за грамм получается. Одна была по-новее, другая по-старее. Вот эта от 18 сентября, а вот эта у нас была от 10 октября. Так, точнее, наоборот. Вот, блин, что переводишь, то и смотришь. Вот это, значит, у нас по-новее, от сентября, это у нас, я перепутала местами эти цифры, от 10 августа. Ну, что, нормальная такая сахарная вата, составь один сахар. Тут написано, что типа ее вскрыть вот здесь, но я не знаю, как там это вскрыть, я ее тупо разрезала. Причем, тут у нас девочка с мишкой с буквой М. Кстати, что это у нас? Счастливые дети. А вот тут у нас девочка с ежиком, оба сердечком, кстати, с буквой Ё. Видать, покупаешь вату с какой-нибудь буквой, лопаешь эту вату, а потом изучаешь эту букву. Не, если вы любите вот такую сладкую фигню, там, чем-то себя порадовать натуральным и вкусным, да, и не особо, я думаю, что это недорого, не особо дорого, вообще недорого, то идите в магнит и купите себе вот эту вату. У меня один шарик еще остался. Так, это я в пятерке вчера взяла по скидке 25 рублей, кажется, хотела сегодня на завтрак, в результате что-то сварила кашку, еще захавала эту кашку с чаем, этой самой пастой арахисовой, ну, в смысле, этим урбечим, урбечим. Сейчас, давайте, ну, я даже вырезать не буду этот зев. Так, запеченные завтраки, гранола с абрикосом и шелковицей, тут вполне себе нормальный состав, что хочу сказать. Состав хлопья овсяные, хлопья пшеничные, сироп глюкозно-фруктовый, фруктозный, так, кукуруза воздушная, в скобочках крупа кукурузная, мука пшеничная, соль, потом рис воздушный с какао, мука рисовая, мука пшеничная, какао, порошок, соль, соль, шелковица, абрикос сушеный, в скобочках абрикос, крахмал рисовый, мед и рис взорванные зерна. И это типа можно открыть, стаканчик налить молока, кефира, йогурта или сока. 2-3 минуты и продукт готов. Я думаю, что, наверное, молока все-таки горячего надо, потому что как это с холодным молоком пить. в общем 50 грамм одна порция 100 процентов натуральный продукт сделан он у нас 27 августа и сроком до 27 мая следующего года взял соответственно этого года я вообще что-то не знаю не видела у них пятерки или просто не смотрела тут в районе где у них все вот это по скидке решила его один стаканчик взять попробовать как он стоит без скидки без понятия совершенно надо пиона что там у них по моему неделя еще этих скидок идет так что если чё бегите в пятерку прямо сейчас бегите вот сколько у вас там времени по вашим временным поясам не было так и бегите так вот так потом в это же пятерки же купила сначала я увидела вот это вот 17 рублей по скидке она была там какое-то было чем-то и традиционная ну традиционная как-то больше похоже хотя я подозреваю что тут какой-нибудь там мая пальмовое масло чуть не сказала моего 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 его и по короче понятно так а может быть его и нету фиг знает мне вроде нету сначала увидела его потом увидела в два раза больше подумала что ну типа что мне это а потом что-то так подумала пусть будет про запас безуждать у меня двойное юбилейное такое периодически охота мне печенье вообще почему его решила купить а тут на днях с дианой термодичала в контактике подписчица которые барби уехали и вот она что-то там такое про печенье или пряники говорила я подумала что у меня как раз ни черта нету и надо бы это но смысле есть все что кроме вот такого там конфеты какие-то и мне какие-то мятные конфеты еще остались немножко шоколада кофейного еще мой самопальный шоколад с семечками на кокосовом масле куча всякого варенья немножко меда за немножко меда за немножко меда надо к родни ехать но погода не там в общем а еще я была в аптеке ну там две пипетки я уж просто их не стала брать ну чё пипеток не видели да кстати вот это я брала в магнитике у нас ряженка у нас по-моему она ярославская привозка ряженка натуральный продукт 4 процента жира где она делает это они это ивановская область внезапно а я что-то думала ярославская а похоже по упаковке как ярославская но короче и первый раз увидела решила купить иногда покупая ряженку мне нравится ряженку не помню почем она была что-то в пределах три стире так вот это я тоже по моему в пятерке взяла что-то но по 65 рублей было по составу она более-менее приближенная к натуральному смысле практически все нормально там еще какой-то был мне понравился но я глянула там что-то там пальмовое масло пальмовое масло пальмовое масло думаете на пик у меня потом какая-нибудь пойдет от вашего масла в общем я-то вчера хотела чисто перевозить начать переводить так ну смысле продолжить переводить первую главу жанны дарк но что-то у меня как-то я не помню что у меня там такое было что у меня руки не дошли а сегодня я села переводить после этой арахисовой пасты урбеча этого урбеч короче этого этой арахисовой пасты в довесок чаю на завтрак и у меня вообще как-то ничего есть не хотелось совершенно ничего вообще и мозги так хорошо работали но потом не стали писать подписчики и у меня как раз перерыв должен был быть да вот ну в результате я пока там на шестнадцатой стране сижу шоколадка у меня осталось ну это арахисовая паста так что-то у меня вот там грамм стол наверное осталось хоть я ее хотела только на завтрак есть растянуть но чего-то вот не вышло видать три месяца душившая жаба далась и она сказала жари давай люди жари жари ладно кушай 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 так еще я там купила в этом самом а вот по-моему это я брала да это я указ собрала в пятерке когда я убрала я думала что он просто длинная казалось что-то две просто такие конфетки как тут написано 81 грамм сумме и две штуки по 40 грамм 50 40,50 грамма 50 десятых 40 грамм короче 50 миллиграмм но обычный марс один марс я уже понятно слопала вчера вообще люблю такие конфетки типа марса но марс я что-то очень давно не покупала ну лет пять наверно точно по собственному желанию марс как марс так что у нас тут остается но тут у нас остается блин я же хотела это все специально подальше отставила котик чтобы это все заснять как она туда сама разложила в общем остается у нас тут из пятерки это цветочный луком с любовью из болгарии что-то он там был по скидке а а мне чего-нибудь такого хотелось ну как обычно мне иногда бывает пришла в магазин за едой купила дофига сладкого помимо еды это у нас вот этот вот самый кстати слушайте такой вкусный я еще глянула состав у него вполне такой меняемый за исключением красителя но я решила что почему бы и нет это у нас луком цветочная восточная сладость сахар блюкоза пшеничный крахмал витамин c экстракт лепестков розы краситель е 120 ну и срок годности 18 месяцев значит или 160 грамм и какого он тут у нас 3 0 7 2017 сварганин в принципе еще практически свежий и вот он был в такой слюде следы уже нету я чё-то не думала что 160 грамм это в принципе немного и тут было 10 вот таких кусочков в этой сахарной пудре то что такая вкусно хренатей вот реально лепестки розы будто вы их пожевали даже знаете какая роза вот эти шиповник дикие розы такие розовые дикие розы взяли пошли пожевали вот то же самое думаю на вот потом туда еще сгонять как нибудь по скидке он там будет не по скидке но по крайней мере деле я буду знать что он вкусный вам соответственно тоже рекламы вкусная такая штука хотя возможно вы уже пробовали это я в танке хотя вообще я кукуму совершенно ровно дышу на самом деле но тут почему-то прям вообще прелесть так это вот у меня были магазины а теперь у меня осталась одна аптека и в аптеке там у нас ну такая аптека обычная аптека там с ромашкой я и называю аптек с ромашкой я что-то туда поперлась чисто за этими за пипетками и думаю на гематогена потому что я забыла чего но мне его вроде как надо не знаю смотрит она мере нет наташа екатеринбурга кажется она мне как раз в прошлом году кажется советовала по какой одном причине лопать гематогена когда его лопала мне становилось хорошо и вот я тут на счет этого гематогена купила мне вообще все вместе с пипетками ну пипетки две штуки 10 рублей можно выщить сразу мне вышло всего 235 грубо говоря 225 без пипеток по 15 эти самые гематогены был какой-то классический там куча всяких было с непонятно чем классические детстве мне сказали что классический он как и риска я его еще не скрывала и детский ощущением он неполный подарю да по моему походу мне слегка бракованный потому что вот чё вот это за кусок а вот этот у меня скрытый я половина его скамячила ну я думаю вообще-то знаете наверно как он выглядит вот он там что-то увидел прыгать как стрекодил а еще вот это вот хрен стопроцентный ритеин сейчас он стоит в общем 165 без копеек 30 капсул на месяц как раз по штуке в день во время еды раньше покупала периодически себе раз в полгода иногда попадалась пачка 60 капсул причем вся капсул стоит дешевле чем 30 но я не помню уже цену почем они были и соответственно тут что-то два года вот если не больше не брала его не знаю чё вдруг и тут я его решила взять решила взять и у нас тут лактоза три наболочка капсул желатин титан титана диоксид краситель я уже забыла чем он там как было тут я его достаю две штуки вруска мячу и вот такого но разовато молочного цвета на я надеюсь что там видно что это розовато молочного цвета а когда его раньше покупала он был тупо белый вот на хрена тут вообще этот краситель я вообще не понимаю вот я чисто вот из-за этого основу хотела обзор сделать почему тогда вчера заговорила про эти перчатки но про перчатки я думала что там это самое напыление но действительно выглядит как хлопок или я от жизни отстала и ни черта не понимаю уже в этих перчатках или там этого напыления овощи нет и вот эти вот витамины но на типа бат тому подобное я не знаю насколько она конечно супер влияет на зрение но чисто как вот витаминная осень-весна да вот я считаю что его надо опыт но это мое мнение не знаю как ваша и есть еще там детский лютеин еще какой-то лютеин но вот этот самый оптимальный вариант потому что действительно стопроцентный лютеин никаких там хрен знает чего теперь вот есть немножко хрен знает чего и он дешевле чем допустим какая-то супер навороченная фирма которую хрен знает сколько раз рекламировали другое название приделали а в составе тоже самое в общем сколько я тут трендычала быстро трендычала меньше времени прошло чем я думала в общем всем спасибо за просмотр и это самое я там помню у меня эти игрушки самошитые потом еще собиралась этих киндеров обозрить в общем обозрю как-нибудь что-то я сегодня себя вообще долго выпинывала чтобы вот этот видос записать спасибо за просмотр и просевайте